Время новостей на канале Абаза Средства поступают, планы реализуются Совещание совместной российско-абхазской рабочей группы Первый чтение прошел, но вызвал немало нареканий В парламенте обсуждался законопроект об электронных средствах платежей Ход реализации мероприятий, предусмотренных комплексных планов Содействие социально-экономическому развитию Абхазии Обсуждался на совместном совещании межведомственной рабочей группы По вопросам инспектирования объектов Подробности встречи представителей российской и абхазской сторон В репортаже Владимира Никонова 3 миллиарда 900 миллионов рублей перечислено на данный момент из России и Абхазии В рамках реализации комплексного плана Содействия социально-экономическому развитию республики И вопросы освоения этих средств Обсуждались в ходе совместного совещания рабочей группы По инспектированию объектов, включенных в программу комплексного плана Российскую часть рабочей группы возглавляет Заместитель министра регионального развития Сергей Верещагин С абхазской стороны в совещании участвовали Исполняющие обязанности президента Александр Анкваб Спикер парламента Нукзар Ашуба Премьер-министр Сергей Шамба Руководители различных министерств Ведомств организаций, предприятий и учреждений Открывая совещание, исполняющий обязанности президента в частности отметил Эти встречи стали уже хорошей традицией У нас есть возможность сверять часы И вместе смотреть за тем Как выполняется наш комплексный план Если нет возражений Мы совместно выработаем такой регламент Попросим коллег поделиться с нами впечатлениями О той работе, которую они увидели Свое мнение, если это возможно Сегодня высказали по разным вопросам Потом и можно по ходу этого разговора Возможные комментарии, ответы на вопросы Поскольку большая часть совещания проходила без участия журналистов Своими впечатлениями о его итогах Участники совещания говорили уже по окончании встречи Впечатления хорошие сложились Я же говорил об этом На самом деле Вопросов много, но они не в том, что кто-то непрофессионален Или профессионален Вопросов много, потому что Представляете, объемы строительства Помнит кто-то из вас, когда Такие объемы строительства были на территории обхода? Ну нет, наверное, да? Ну нет, потому что Я могу сказать, что крупные стройки Это крупные вопросы, крупные проблемы И не бывает так, что вот деньги дали и все идет как по маслу Много вопросов с землей, значит С проектной документацией, с изысканиями С качеством материалов возникает Но это любая крупная стройка Это любой крупный объект Вот я вижу одно, что Действительно коллеги из Абхазии Они профессионалы Это раз Если даже что-то не знают Они готовы учиться Это очень тоже импонирует, знаете И то, что работаем мы честно Это тоже три, это очень важно Посмотрели за эти два дня Очень много объектов Потому что работали профильные министерства Здесь были представители Министерства образования Министерства здравоохранения Министерства энергетики Дорожники здесь были И Министерство сельского хозяйства Соответственно, все эти разделы Которые предусмотрены комплексным планом Были подвержены такой вот инспекции В целом впечатления хорошие Есть определенные рекомендации Над которыми мы будем работать Безусловно, потому что они, конечно, нам будут полезны Для нас такая масштабная Рекомендации разного характера Это календарные графики Это своевременная подготовка Проектно-сметной документации Объектов предстоящих реконструкций К капитальному ремонту Уже в 2012 году Чтобы мы время на 5-6 месяцев В следующем году На подготовительные мероприятия Не потеряли Это из-за позакупки строительных материалов Централизованным образом В общем, тут комплекс вопросов Практического характера Которые, безусловно, в определенной степени Найдут отражение Были конкретные предложения По укрупнению объектов По изменению профиля В том смысле, что если где-то Планировался текущий ремонт По трем объектам Целесообразнее сделать капитальный На одном, чтобы к этому объекту Потом не возвращаться В общем, тут комплекс вопросов Практического характера Которые мы, безусловно, будем принимать К сведению С какими-то мы, естественно, будем соглашаться По каким-то мы будем полемизировать Рабочие моменты Не скоро будет следующее заседание Нашей рабочей группе По инспекционной проверке Потому что это все-таки Такая плановая встреча наша Плановая поездка Что касается текущих вопросов Мы постоянно на связи Я планирую сюда Во второй декаде июля Приехать еще раз Уже не на один день А чтобы более спокойно Проехаться по всем объектам Обсудить другие вопросы Их у нас достаточно Кроме нас плана Есть еще очень темы Новые для развития Поэтому Ездить к вам одно удовольствие Владимир Никонов Мизан Ломи Гудиса Аруха Валерия Гума Абаза ТВ Накануне глава ФТС России Андрей Бельянинов Предложил отменить Таможенное оформление Перевозимых физическими лицами товаров На российско-абхазской границе Отметив при этом Что граждане Пересекающие эту границу Как правило Перевозят незначительное количество товаров Которые не могут Повлиять негативно на российскую экономику Напротив По его мнению Активный экспорт из Абхазии Будет способствовать Восстановлению ее народного хозяйства Прокомментировать данные сообщения Мы попросили Председателя Государственного таможенного комитета Республики Саида Таркел Смысл заявления руководителя Федеральной таможенной службы Заключается в следующем Речь идет в первом случае В первую очередь Значит О создании Более благоприятных условий При пересечении границы Для туристов И для наших граждан Физических лиц В частности Это актуально В курортный сезон Предлагается ввести форму Так называемого Зеленого коридора По сути Это когда Человек своим видом Показывающий Что у него нету товаров Подлежащих к декларированию Проходит Границу Без применения Норм таможенного контроля То есть фактически Это освобождение От обязательного декларирования Личных вещей И Освобождение от досмотра Мы надеемся на то Что это существенно Все-таки Облегчит Пересечение граждан Через границу Конечно Мы это предложение Приветствуем Оно является Результатом В том числе И наших добрых И межведомственных Отношений Общие задачи И у федеральной Таможенной службы И у государственного Таможенного комитета Максимально способствовать Еще раз повторюсь Упрощению При перемещении Гражданами В первую очередь Туристами нашими Гостями Абхазии Чтобы способствовать Их беспрепятственному Перемещению Через границу У нас Переговорный Процесс идет Постоянно Мы это проговаривали И в марте месяце На встрече С руководством Федеральной Таможенной службы Здесь Технологически Эти вопросы Будут решаться И обговариваться И вот На встрече Которая планируется 30-го числа Этого месяца То есть У нас идет Хорошее взаимодействие Какое место В национальной Платежной системе Абхазии Займут Электронные средства Об этом Шел разговор На расширенном Заседании Комитета Народного Собрания По бюджету Кредитным Организациям Налогам И финансам По председательствам Спикер Нукзарашуба Депутаты Вместе с экспертами Обсуждали Новый законопроект Который уже Прошел Первое чтение Подробнее Рустам Зантария Еще в феврале 2010 года Согласно указанию Президента Сергея Багавш Национальный банк Абхазии Начал работу Над законопроектом О национальной Платежной системе С использованием Электронных средств Платежей Представленный В парламент Законопроект Прошел Первое чтение Вызвав немало Нареканий Со стороны депутатов Большую часть Которых Национальный банк Принял во внимание Как говорит Вице-спикер Парламента Вячеслав Цукба Опасения Некоторых депутатов Экспертов И простых граждан Связаны И с возможной Неготовностью Нашей республики К вводу Такой системы В обществе Возникает вопрос А нужна ли нам Такая система Не спешим ли Так сказать Мы с этим вопросом А готовы ли мы К этому вопросу Как у нас Будут Есть ли Альтернатива Этому вопросу Вот И ряд других Вопросов возникает Среди специалистов И не специалистов У авторов Законопроекта Подобных сомнений Не возникает Как говорит Заместитель Председателя Национального банка Абхазии Эмма Таня В первую очередь В электронных средствах Платежей Другими словами Кредитных картах Заинтересованы Простые граждане Абхазии Для которых Значительно упростится Процесс платежей За те же коммунальные услуги Выгодно это По убеждению Таня И госучреждения Государство Должно быть Заинтересовано Чтобы Все услуги Которые Государство Оказывает Оплачивались И это было Удобно Оплачивать Не отстаивая Очереди В банковских Учреждениях А Используя Современные технологии Особый вопрос По мнению Таня Это информационная безопасность Электронных операций Именно поэтому Национальный банк Выступает Категорически против Обработки данных За пределами Абхазии Либо третьими лицами И предлагает Поручить Всю организационную работу Национальной платежной системы Абхазской Платежно-расчетной ассоциации Управление Которое Согласно закону Будет осуществляться Национальным банком Этот аспект Вызвал ряд упреков Нацбанку Со стороны собравшихся В монополизации Национальной платежной системы Декан экономического факультета Агу Беслан Барателия Поддерживая законопроект В целом Видит альтернативу Монополии В целом Идея очень хорошая Ее нужно поддержать Вопрос заключается В том В каких формах В каких схемах Эта модель Будет реализована Потому что Вот Тот документ Который Я получил Из-за возможности Знакомиться С ним Оставляет Открытый Ряд вопросов Такие Как Вот Вы только что Обсуждали Это Вопрос Самой системы То есть У нас должна быть Система Монопольная Как Национальная Платежная система Либо Как В большинстве Развитых стран До многих стран Наверное В городящих Большиных стран Совокупность Платежных систем С карбуривающих Друг с другом Как показало Обсуждение Над законопроектом Предстоит еще Немало работы Его эффективность Даже в случае Принятия парламентом Остается под вопросом Нацбанку Абхазии В силу непризнанности Нашего государства Значительной частью Мирового сообщества До сих пор Не удается Заключить договора О сотрудничестве С крупнейшими компаниями Виза и Мастеркард Есть договоренность С российскими банками Что даст возможность Пользоваться электронными Картами в Абхазии Лишь для части Российских граждан Рустам Зонтария Гудисауруха Абаза ТВ Депутат Народного собрания Абхазии Руслан Кишмари Считает важной Инициативой Абаза ТВ Об установлении Дня миротворца В Абхазии Об этом депутат заявил В интервью нашей программе Напомним Два года назад Телекомпания Абаза Обратилась с предложением Ко всем Кто обладает правом Законодательной инициативы Внести в парламент Республики Проект закона Об учреждении Дня российского миротворца В Абхазии Мнение Руслана Кишмария Первая реакция На нашу инициативу Я считаю Что это необходимо сделать Необходимо сделать Почему? Потому что На самом деле Мы российские миротворцы В свое время Очень сильно Очень здорово Помогли нам Здесь Этот вопрос Как бы не обсуждается Не осуждается В обязательном порядке Надо это сделать Тем более Более 116 человек Погибло Российских миротворцев Ну Надо принять Такое решение Конечно И многих Многих Российских миротворцев Я бы сегодня Благодарность Абхазского народа Благодарность Абхазского народа Сделал бы Почему? Потому что Очень много Вклада в лоджин Вот с их стороны Помощь И обеспечение безопасности Я бы Даже сделал бы Не только Российского миротворца Но вообще Миротворческой миссии Почему? Потому что Ионовцы в свое время Они в принципе Вместе находились здесь Они тоже большой вклад Внесли И погибли С их стороны Люди Получили ранения Увечья И так далее Надо посмотреть И реально решить Этот вопрос И это будет правильно Это будет благодарность От народа нашего В первую очередь И во-вторых Это уважение Уважение к тем людям Которые сделали для нас Немало Проблемы разделенных народов Стали основной темой Заседания рабочей группы Общественной палаты России По делам Кавказа Сообщает пресс-служба ОП С презентацией Посвященной черкесскому народу Выступил заместитель Председателя организации Хасы Замир Шухов По данным экспертов В Хасы За рубежом В настоящее время Проживают 8 миллионов черкесов В России Их около 900 тысяч Среди требований Озвученных Шуховым Включение черкесского народа В государственную программу Добровольного переселения Создание правовых механизмов Упрощенного получения гражданства По итогам слушаний Рабочая группа ОП По развитию общественного диалога И институтов гражданского общества На Кавказе Подготовила рекомендации Следующая информация Как раз свидетельствует о том Насколько серьезно Российские власти Относятся к проблемам Разделенных народов Представителям черкесской диаспоры Выделено 70 квот для учебы в Адыгее 50 квот выделено для Адыгейского государственного университета И 20 для МГТУ Студенты будут обучаться на бюджетной основе Оплата вузам будет производиться За счет федеральных средств Кроме того, вузы Адыгея Предоставят студентам общежитие Газета Шапсуги отметила свои первые 20 лет В Лазаревском центре национальных культур Прошел праздничный концерт Посвященный знаменательной вехе В истории региональной газеты Первый номер Шапсуги Вышел в свет в Сухуме Появление своего печатного органа Ставшего открытой общественной трибуной Конечно, вдохновило всех шапсугов И произошло это В самое непростое время В период становления Национального общественного движения черкесов При Черноморье По инициативе молодежного туристического клуба Аштра На территории крепости Замок Баграта Состоялась экологическая акция Которую организовали Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума И Госкомитет Республики Абхазии По курортам и туризму Молодые люди расчистили территорию памятника Истории установили указатели По дороге к памятнику Информационный стенд у самой крепости Убрали бытовой мусор К инициаторам присоединились Воспитанники Сухумского дома юношества Многие из которых впервые Открыли для себя это уникальное место Организаторы акции считают Что за памятником исторического наследия Необходим должный уход И его нужно вернуть В ряд достойных экскурсионных объектов столицы Об этом сообщает Обсный пресс У футбольного клуба Динамо Сухум Появился свой сайт Передает Обсный пресс Любители футбола могут найти здесь Все об абхазском футболе Об истории клуба Легендарных игроках Участниках сегодняшнего Сухумского Динамо На сайте размещены фотографии Выдающихся футболистов Прославлявших Абхазию А также современных игроков Сухумского Динамо Имеется видеохроника Интересующиеся футбольными матчами Турнирной таблицей чемпионата Абхазии Также найдут здесь соответствующую информацию В завершении выпуска о погоде 24 июня в столице ожидается переменная облачность Температура воздуха днем плюс 25 Ночью 19 градусов тепла Морская вода плюс 21 А на этом у меня все Я с вами прощаюсь Всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова